Марафон Гандвик Первый старт символический. Дистанция в 430 метров. Именно столько лет в этом году отмечает Архангельск. В этом забеге приняли участие более 150 человек. Первым финишировал сотрудник вневедомственной охраны Андрей Шах. Я пришел сюда случайно посмотреть на марафонцев. Хотел вживую посмотреть марафон. Но тут ввели дистанцию 430 метров. Решил попробовать, побежал. Сразу после короткого кросса марафонцы стартовали на основных забегах в 10 и 42 километра 195 метров. В этот раз в 10-ти километровом забеге участвовали около 170 человек. В классическом марафоне 50. Победителем 10-ти километровой дистанции стал Архангелогородец Иван Резник. У женщин многократная победительница Любовь Кокорина. Пока поздравляли победителей десятки, на дистанции в 42 километра определилась пара лидеров. Архангелогородец Евгений Масько и Роман Салий, ветеран марафона Гандвик. На 28-м километре наш спортсмен вырвался вперед и к финишу пришел первым. В целом, готовился к этой дистанции. Учитывал, как я уже говорил, все ошибки прошлых годов. Учел все ошибки и в течение года целенаправильно готовился к этому марафону. Основной кросс в этом году решили пробежать всего четыре женщины. Не стало сюрпризом победа Екатерины Малафеевой из Манчегорска. В этот раз она завоевала свою десятую победу на марафоне Гандвик. Давай, давай, Катюша, давай, давай, молодей. Пока марафон состирали подошвы кроссовок на дорогах города, на водных магистралях Архангельска проходили городские соревнования на байдарках, тоже посвященные юбилею столицы Поморья. Соревновались полсотни ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Участникам предстояло пройти дистанции в 200, 500 и 1000 метров. Самое главное качество – не бояться воды и желание победить. Потому что страх оказаться в холодной воде зачастую перевешивает желание заниматься. Потому что, как вы видите, сегодня лето, а погода нас не радует. 30-градусной жирой, все-таки сегодня плюс 8, и это для многих сдерживающий фактор. Хотеть они хотят, но воды холодной боятся. 10 лет назад мама привела Илью в спортивную школу. Чтобы стать профессионалом, пришлось пожертвовать многим. Свободным временем, общением с друзьями, иногда даже учебой. Тренировки проходят каждый день по полтора часа. 4 года назад, после соревнований в Пскове, Илья понял, что гребля занимает главное место в его жизни. Анна Красникова стала абсолютной чемпионкой среди девушек. Среди юношей – Илья Ситников. Победу молодой человек посвятил, как ни странно, своему веслу. Веслу своему, который дома. А потому что я свое весло забыл, вот поехал сейчас с другим веслом. Это весло дома скучает без меня. Без него никак сейчас с ним похуже проехал. И не то совсем. Ощущения не те. На два праздничных дня городской пляж превратился в футбольную площадку. Собралось 13 команд. Это не профессиональные спортсмены, хотя по накалу страстей пляжный футбол ничуть не уступал большому. Как признали сами игроки, бегать по песку босиком намного труднее, чем по футбольному полю. Эти соревнования привлекли большое количество зрителей. И посмотреть было на что. Эмоции у игроков били через край. Несмотря на итог, проигравших нет. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. Марина Федькушова, Артур Ромих, Виктор Коноплев и Александр Кузнецов. Новости 24. Архангельск.